Я свой доклад хочу начать с некоторых цифр. За шесть месяцев выработка электроэнергии в Республике Казахстан составила 46,5 миллиардов киловатт-часов, что на 2,1% и 1,1% больше уровня прошлого года. Потребление при этом сложилось на уровне 45,1 миллиарда киловатт-часов, что на 2% ниже уровня прошлого года. В соответствии с Вашим поручением, Сергей Комендарьевич, министерством осуществляется мониторинг хода подготовки к представящей отопительному периоду. На сегодня формат работы электрических станций и схема единой электроэнергетической системы обеспечивают проведение ремонтных работ на всех объектах электроэнергетики. Для подготовки к работе в предстоящий осенне-зимний период системным операторам утвержден график ремонтов основного оборудования электростанций. Так, согласно утвержденному графику, предусмотрено выполнение капитальных ремонтов 9 энергоблоков, 57 энергетических котлов и 48 турбин. На сегодня завершен работ на двух энергоблоках, это 22% от годового объема, 16 котлов, 12 турбин. На разных стадиях выполняются ремонтные работы, находятся 4 энергоблока, 21 котел, 18 турбин. В целом, выполнение ремонтных работ осуществляется по графику, однако мы констатируем, что на ряде энергоисточников имеется отставание. Так, сроки проводимых ремонтных работ на Степногорской, Атраусской, Усть-Каменогорской, Джисказганской, Рудницкой, Кызлординской и Кибастузской ТЭЦ, ТЭЦ-2 города Астаны, ТЭЦ-1 города Павлодара и ГКП Теплокоммунэнерго города Семипалатинск, в разных причинах сдвигается вправо. А по Аркалыкской ТЭЦ, за исключением капитального ремонта, емкости для хранения мазута, вообще работы еще не начаты. Также сообщу, что ремонтно-восстановительные работы по котельной города Каратав, где у нас 12 января было в рамках стихийного бис обрушения дымовой трубы и придавлено основное оборудование, работы активным образом проводятся, и мы ожидаем, что 15 октября будет вовремя восстановлено как дымовая труба, так и основное оборудование. Работы по капитальному ремонту тепловых сетей и здания главного корпуса ТЭЦ города Кентау будут начаты только в текущем году. Топливо. На сегодняшний день на станциях в среднем по стране заготовлено меньше на 16% топлива, чем к уровню прошлого года. Но, собственно, особой опасности к этому нет, но, тем не менее, хотелось бы напомнить Акиматам, что сегодня мы входим в активную фазу начала заготовки топлива к предстоящему отопительному сезону. В настоящее время проводится утверждение цены на социальный мазут для своевременного накопления на источников. Это показатель нам необходим. Я думаю, на этой неделе мы с коллегами с Министерством нефти и газа, агентством регулированной естественного поля, соответствующий документ будет подписан. Одновременно с этим, в соответствии с графиком, производится загадка газа в подземные газохранилища. Этот вопрос находится на контроле Министерства нефти и газа. Тепловые сети. Крайне напряженным во многих городах остается вопрос надежного функционирования тепловых сетей. Как известно, в прошедшем отопительном сезоне по причине порывов отмечались ограничения в теплооснабжении потребителей города Алматы, Петропавловск, Уральск и ряде других городов. В этой связи просили бы поручить Акиматам обеспечить проведение надлежащих гидравлических испытаний для своевременного выявления узких мест и их устранения. Одной из основных проблем предприятий тепловых сетей является постоянное увеличение парка оборудования, отработавающий нормативный срок. Поэтому неполный охват ремонтными работами тепловых сетей, а это в частности в городах Кокчитау, Житогора, Узкоминогорск, Уральск, Октав, Аркалык, Павлодар, Алматы, Караганда и Чемкент приводят к увеличению этого показателя. И поэтому при таких объемах ремонтных работ количество тепловых сетей с высоким взносом будет постоянно увеличиваться. По электросетевым объектам. Электросетевые объекты, ремонтные работы ведутся согласно графику. При этом основным вопросом при их подготовке к предстоящей осенне-зимой периоду является создание необходимого объема, аварийное запаса материалов и оборудования, а также укомплектование высокопроходимой специализированной техникой. Также необходимо уделить внимание работоспособности системы плавки гололеда и проведения бесхозяйных электрических сетей в надлежащий ВИК и передачи ИВ в эксплуатацию электросетевых компаний. По результатам анализа подготовки к прохождению осенне-зимой периода и хода проводимых ремонтных работ в действующем сегодня координационном штабе в сентябре месяце будут определены регионы с высоким риском прохождения отопительного периода. В целом подготовка к предстоящей отопительной зоне находится на постоянном контроле Министерства. Комитетом энергонадзора проводятся постоянные отраслевые и селекторные совещания. Контроль хода ремонтных работ осуществляется совместно с Акиматами регионами, в том числе с выездом на места. Для качественной подготовки предстоящей отопительной сезонной крайне важно на заседаниях штабов Акиматов ужесточить контроль за выполнением ремонтных работ в соответствии с согласованными сроками, формированием эксплуатационного запаса топлива, проведением гидравлических испытаний тепловых сексей, и получением паспортов готовности к работе осенне-зеных периодов. В заключении хочу сказать, что одним из узких мест в работе единой энергосистемы является продолжение бесконтрактного отбора электрической энергии мощности со стороны узбекской энергосистемы. За прошедшие сутки таких действий автоматики, три случая, при котором два не отработали. То есть отключения оборудования с узбекской системой не происходит. Переговоры постоянно продолжаются, и надеемся, что всё-таки по завершению вегетативного периода мы приступим к реальным действиям, исключающим бесконтрактный переток мощности.